Здравствуйте, дорогие друзья! Это шоу Оли Глакамоли о еде и спорте, выходящее при поддержке сайта sportsdaily.ru. И я, ведущая Милана Орехова. В прошлом выпуске нашего шоу в гостях в шоу Оли Глакамоли была Елена Белова, капитан команды Red Rockets, которая сражается клюшками и шайбами в женской хоккейной лиге Санкт-Петербурга. А теперь вы видите эту форму на мне. У меня пока нет фамилии на спине, но есть игровой номер. Это номер 33. Я теперь полноценный участник команды Красная Ракета. И сегодня мы покажем вам немножко хоккейной кухни. Когда-то я занималась фигурным катанием, поэтому лед для меня это, в общем-то, знакомое совершенно место. Я поняла, что скучала по катанию. На хоккейных коньках оказалось намного удобнее кататься. Очень много амуниции есть у каждого хоккейного игрока. На мне щитки, налокотники, нагрудник, специальные такие очень элегантные шорты защитные. И я уже тороплюсь скорее выйти на лед, чтобы вместе с остальными красными ракетами размяться перед сегодняшней тренировкой. Сейчас я надену шлем со специальной защитной сеткой, чтобы никто из зрителей не переживал за сохранность моей улыбки, лица и всего остального. Также у всех хоккеистов есть такие прекрасные перчатки, которые называются краги. Ну и, конечно же, клюшка. У меня левый хват, как выяснилось. И я быстрее еду присоединяться к команде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что самые главные мотивирующие факты. Вот они представлены здесь. Человек пришел, буквально месяц катается, большие результаты, молодец. И самое главное, это атмосферу, которую Милана несет в нашу раздевалку. Это не только постоянный смех, но и какие-то мероприятия. Поэтому вот культурная программа Red Rocket, команда Red Rocket, конечно же, усилилась появлением тебя. Ну что, с утра собираемся, раскатываемся, поиграем чуть-чуть в хоккей. Потом, в принципе, весь день задается, и все как-то спорится, все дела успеваешь. Если ты тут успеваешь догнать своего партнера и забросить шайбу, то, мне кажется, вообще, в принципе, все, что случается с тобой днем, это такое, детские шалости. Да, спасибо большое, такие теплые слова. Дорогие друзья, занимайтесь спортом, и спорт с утра разгоняет любую ка-другу. И кровь. И ешьте авокадо. А, ну как же, без авокадо никуда. Всем Оли Гокамоле. Оли Гокамоле. А Red Rocket давай мешок авокадо к следующей тренировке. Сегодня у нас хоккейный выпуск нашего шоу. Первая часть съемок прошла на катке, а теперь мы ждем в гости тренера нашей женской хоккейной команды Red Rocket Валерия Покровского в гостеприимном ресторане Евразия. Ресторан находится на Литейном проспекте, одной из главных транспортных артерий нашего города, но при этом, когда заходишь внутрь, находишь там несколько очень уютных залов, в интерьере используется много природных материалов, и вообще производят очень приятное впечатление. Наш гость уже прибыл, и я приглашаю вас к нашему столу, где мы приготовим салат с тыквой, авокадо, рукколой и помидорами черри, а также вкусное мясо в имбирном соусе. Дорогие друзья, это шоу Оли Гокамоле, я и ведущая Милана Орехова, и наш гость Валерий Покровский, тренер женской хоккейной команды Red Rocket, в которой я пока играю в непонятном амплуа. Сегодня у меня есть уникальная возможность поменяться с тренером ролями. С утра у нас была тренировка, на которой я очень устала, но нашей команде в конце игры удалось забить таки гол, чем я очень, естественно, довольна. А сегодня мне предстоит командовать, так сказать, парадом на кухне, и мы с Валерием приготовим очень вкусное мясо, которое мы замаринуем в имбирном маринаде. Также мы сделаем иммуностимулирующий салат из тыквы, авокадо, помидоров черри и рукколы. Посыпем это все тыквами семечки, сделаем заправку, о которой я чуть позже расскажу, из чего она состоит подробно. А также самый лучший напиток, на мой взгляд, для осеннего сезона – это имбирный чай. Здравствуйте, Миланя. Да, мне очень приятно, что вы пригласили меня в свою передачу. Я много раз смотрел ранние выпуски. Мне очень нравится то, что вы делаете. За столом, на кухне готовите. И, в принципе, это совпадает с моим пониманием в питании. И у нас то же самое, что вы делаете в своих передачах, то же самое происходит на кухне дома. Поэтому я с удовольствием вам не буду помогать и готовить, и сам тестировать то, что мы приготовили. Любит ли ваша семья авокадо? Тогда сразу такой вопрос. Авокадо однозначно мы любим. У нас сейчас дома, я скажу точно, 14 лежит штук авокадо. Мы каждый день их едим, на самом деле. Честно слово, я не вру. Мы их очень любим употреблять в салаты. И просто как нарезка в стол. И очень нам импонирует. Мы любим. Отлично. Так что я думаю, что сегодняшний салат оценят не только наши зрители, но и мы сами его с удовольствием попробуем после того, как приготовим. Но начнем мы все-таки с того, что приготовим маринад для мяса. Это будет говядина, которую гостеприимные рестораны в Разе приготовят для нас на кухне. Но заправку мы сделаем сами. Я вот сейчас поставлю сюда мисочку и попрошу Валерия натереть имбирь. С удовольствием. Имбирь я очень люблю. Покупаю его постоянно. Не только в чай, но идет как заправка к определенным блюдам. Очень его любим. Готовим и готовите люблю в основном кашу. Каша это мой конек. Вот вдруг мне не дают. Как кашу на воде, на волоке делаете? Мы в основном на воде делаем кашу, потому что она потом по вкусу мы добавляем много разных ингредиентов. Мы очень любим хэмп, очень любим чай, добавлять семена. Вот. Все, что полезно, мы добавляем. Обратите внимание, чай очень хороший источник белка в том числе. Это хорошая клетчатка и вообще каша на воде. Это, мне кажется, квинтэссенция питания людей, которые увлекаются спортом. Согласен. А почему не спрашивайте, что такое хэмп? Я знаю, что такое хэмп, но я боюсь, что нам могут потом не выпустить в эфир этот наш выпуск. Дорогие друзья, посмотрите, что такое хэмп. Мы потом сделаем сносочку. Обязательно, может быть, я поподробнее расскажу в каком-нибудь из постов в нашем инстаграм-аккаунте. Официальном Оли Галкамоле. Подписывайтесь, кстати. Там много интересного и полезного. Такое же полезное, как тыква авокадо. И, в общем-то, сегодня у нас, наверное, по количеству полезности рекордсмен наших сегодняшних... Да, сегодняшний выпуск рекордсмен по сравнению с остальными выпусками, которые мы делали. Потому что это действительно мощные подкрепления для нашего иммунитета в осенние дни. Спасибо, Валерий. Так, теперь я попрошу выжить. Наверное, у мужчины всегда лучше получается. Хотя у нас у девушки, которые были в прошлом выпуске, они прекрасно справились с тем, чтобы выжить все, что выжималось и то, что не выжималось, тоже. У нас всегда бывают, работают как соковыжималка, поэтому я уже привыкать. Экономит электроэнергию, опять-таки. Мы пьем только свежие выжатые соки, не покупаем ни пакеты, ни бутылочки. А соков много пьете? Старайтесь, будет пить много, да. По сезонам, что есть. Там апельсин, яблоко. А делайте именно сок или смузи? Делаем сок. Грушу я не могу выжить, потому что не хватит силы у меня. Есть на этом соковыжималка. Есть разница. Есть такие, да, более деревянные какие-то. Наверное, действительно сложно это руками сделать. Потом мы выжимаем туда лайм. Также мы добавим туда соевый соус и чеснок. Соль, конечно же, в нашем блюде уже не нужна, потому что соевый соус в себе достаточно соленый. И немножко подразбавим это все оливковым маслом. Получится такой достаточно густой, очень ароматный, очень полезный, особенно в осеннее время, маринад. Его, кстати, можно и как заправку для салата использовать, но мы для салата сделаем без имбиря, потому что у нас очень вкусная, нежная тыква. У тыквы очень много сортов, на самом деле. У нас сегодня сорт мускат, который, как следует из названия, может догадаться, что он отличается особенной сладостью. И агрессивные такие ингредиенты, как чеснок и имбирь, они аромат и вкус могут убить. Также мы, я хотела бы заметить, что тыкву мы будем для салата использовать в сыром виде. На самом деле у тыквы не очень много противопоказаний. В основном ее не рекомендуют есть лицам, которые... Ее не рекомендуют есть людям с повышенным сахаром, а также пожилым людям, у которых какие-то проблемы с пищеварением. Для всех остальных тыква – это отличный источник витаминов. Там очень много каротина, намного больше, чем в морковке. Там много ценных микроэлементов. Плюс тыква является отличным антипаразитарным средством. Это тоже важный момент. Семечки тоже очень ценный продукт. Мы обязательно используем семечки потом позже в салате. А пока мы вернемся к нашему маринаду. Я вот порезала немножко чеснок, мы сейчас... Выдейте его. Я его, да, вот так вот просто... Сделаем. Мы не будем его мелко резать, чтобы он потом не прилип к мясу и не пригорел при жарке. Тыльной стороной ножа. Так, чуть-чуть раздавливается. И это все аккуратненько в маринад. Шелуху нам не надо. Мы видим, что у Миланы ничего силы есть после утренней тренировки. Плохо тренировалась. Плохо тренировалась. Да нет, у нас хорошо выложилось полностью. Но силы еще остались. На самом деле, сегодня беседуя со своей подругой, которой ребенок занимался хоккеем в детстве, она сказала, что в свое время они отдали его на хоккей по той простой причине, что врач порекомендовал им в качестве закаливания сухой холод. Поэтому мне кажется, что хоккей – это отличное средство для того, чтобы укрепить иммунитет уже с детских лет, закалиться. Часто ли болеют вообще хоккейные игроки? Мы все люди, все подвержены заболеваниям различным и простудам, и другим любым. Поэтому все болеем, но я думаю, что все-таки болеем меньше, когда мы занимаемся скортом. И я знаю, что многим, даже астматикам, прописано больше находиться на льду. Это помогает для преодоления каких-то своих заболеваний, связанных с астомой. Поэтому хоккей и спорт, и лед – это все-таки хорошая такая смесь, которая помогает здоровью. И все-таки любые спортсмены – отлично, меньше болеется. Аромат просто божественный, на самом деле. Немножко такие азиатские мотивы, но мы все-таки находимся в ресторане под названием «Евразия», поэтому очень все уместно, на мой взгляд. Кто-нибудь из троих детей, ну понятно, что 8-месячный сын, вряд ли мог последовать по стопам отца, заниматься хоккеем хотя бы как-то там… Или из девочек никто? Нет, конечно, все катаются на коньках. У меня ребенку среднему получается 10 лет, он играет в хоккей в школе «Динамо». Вот, в интернате он живет дома, только утром уезжает, а днем и лечим я его забираю. Учится, тренируется в школе «Динамо». Старшая она гимнастка, очень серьезная. Какой Лена Белова тоже. Да, ну она чуть постарше, что следует. Ну понятно, уже данные успехи более столинные. Успехи серьезные, да. Поэтому она многократная чемпионка Америки, штата Флорида, и не только Америки, а Россия, когда завоевала чемпионские звания, вот, и медалей. Младший утром, как я, просыпается с зарядки, бьет грушу. Я его держу на руках, вон мешок с прозали бьет. Отжимается, он любит плеч на один бок, и другим другой рукой гантелью 3 килограмма поднимает. Ему сейчас 8 месяцев, весит 12 килограмм, высокий. Как бы богатырь. Вески, да. Но он гантель поднимает уже, да. Новая смена СК подрастает. Не за горами, да. Мы надеемся. Как минимум СК, а дальше уже посмотрим. Я недавно смотрела фильм «Великолепная пятерка», очень тоже советую всем посмотреть. Мне понравился, он не так давно вышел, насколько я поняла. Нам мотивационные посты капитан команды, Ирина Белова пишет постоянно, что нам посмотреть. Подбадривает новичков. На самом деле, могу сказать, что я очень рада, что я попала в хоккей, потому что это прекрасная атмосфера на льду и за его пределами. И на самом деле, отличная тренировка. В том числе, как на сегодня я поняла, мне не хватает немножко выносливости. Пора добавить каких-то кардио-тренировок, видимо, для того, чтобы повысить. И вот какая-то есть вообще подготовка между льдом, что можно порекомендовать тем, кто играет, например, в хоккей? Да, конечно. Понимаете, конечно. Так просто выйти на лед и начинать кататься без какой-то пленой подготовки сложно. Если ты где-то занимаешься дополнительно в спортзале, там, велосипед, бегаешь, пробежки, замочешься к фитнесам, это все помогает лучше держаться на коньках, быть более координированным. И поэтому я считаю, что обязательно нужно заниматься дополнительно вне льда, физкультурой, спортом, всем возможным видом спорта, которые по времени совпадают и не мешают работе. Но в этом пробежки не обязательны. Да, и дыхание. Пробежки включу обязательно обратно в свой рацион, это что-то я немножко подрасслабилась после лета. Так, наш маринад готов, пахнет он божественно. И сейчас мы начнем нарезать ингредиенты для нашего салата. Как я уже... Так, Валерию достается авокадо, раз он его так любит, я порежу тыкву. С удовольствием. Потом мы это все смешаем в емкости. Тыква очень тоже сочная, очень вкусная. Мы с нее срежем шкурку. Очень хорошая авокадо, хорошо режется. Шкурка чистится, очень удобно. Видимо, дозрел в норму. На самом деле, да, авокадо очень много сортов. Вот этот авокадо еще не так хорошо чистится, а есть темные плоды. Вообще-то ягоды авокадо. Вот называется авокадо Хаса. И там прям обычно кожа у спелого плода, она отходит вообще сама практически. Еще мне очень понравился, когда в Техасе, они же очень любят авокадо, галкамоли и все остальное прочее. Они мне показали такой небольшой лайфхак, как вынимать косточку, когда разряжаешь на половинке, нужно ножом так ткнуть, и она сама вынимается. На самом деле, я немножко опасалась, когда шла на первые тренировки хоккейные, что нужно еще разрезать пополам, вынуть косточку и нарезать аккуратненькими ломтиками. Все не так просто. Когда шла в хоккей, немножко опасалась того, что вдруг игроки в азарте игровом начнут себя как-то агрессивно вести, но пока что за месяц тренировок я не сталкивалась с какими-то такими ситуациями, но при этом понимаю, что сам у меня азарт тоже плечет. И вот хотел такой вопрос задать. Любительский хоккей, наверное, менее, да, все-таки агрессивный, чем профессиональный или наоборот? Он более агрессивный. Потому что люди приходят в любительский хоккей непрофессионально, по большому счету, где школы определенные, поэтому бывает, что они даже не знают правил игры. Как я говорю. И, соответственно, не знают правила поведения на льду. И бывает, что именно эти правила мешают им правильно следить в той или иной ситуации. Бывает, что бывают такие страшные драки в любительском хоккее, и претензии к судьям, избиваясь судьей, потому что люди из-за своей неопытности считают, что они делают правильно. На самом деле со стороны это видно, что они взяли какую-то пленную ошибку, из которых удаляют или провоцируют драку из ничего практически. А, да, то есть я считала, что наоборот. И там более дерзкие, более агрессивные. А женский хоккей вообще агрессивный в лиге? Да. Потому что слышала я разные истории, поэтому наша команда играть будет в другом чемпионате в этом сезоне. Женщины, они заводятся быстрее, чем мужчины, и более мстительные. Да, сегодня какой-то был эксцесс, я что-то упустила немножко, когда там про удаление даже речь шла. Про завтрак мы уже поговорили. Как часто собирается семья вообще за одним столом? Каждый ли вечер вы вместе ужинаете? И что обычно в рацион входит помимо авокадо? И слышала я там четырех тык, ждущих своего часа. Ну, у нас, в принципе, это принято за правило, мы не кушаем по отдельности, мы всегда питаемся семьей, садимся за стол, всегда все вместе. Ждем до последнего, кто бы не опоздал, ждем или младшего, или старшего. Старше я, младше у нас, само младше 8 месяцев, поэтому мы всех ждем за столом, и у нас культ еды, мы всегда красиво накроем на стол, красиво сидеть за стол всей семьей. Вот, у нас красиво украшен стол. А дети помогают готовить? Обязательно помогают, ну, старше помогает. А есть ли у семьи какое-то ваше фирменное блюдо? Знаете, у нас каждый день новое блюдо, у меня супруга очень хорошо готовит, и, в принципе, еще не было такого, чтобы мне что-то не понравилось. Каждый день у нас на завтрак или на обед что-то новенькое. У нас, в принципе, мы мало кушаем мясо, основные морепродукты любим, вот, овощи, фрукты. Тут тушеные, томленые овощи у нас идут на ура, мы очень это любим всей семьей. Раньше я не понимала, сейчас я без этого жить не могу. Вот, соответственно, авокадо, тыква, кабачки, баклажаны, опять же, рыба. Какая любимая рыба? Ну, раньше была камбала, сейчас, ну, стандартно, что у нас ходится сибас, лосось, ну, и, поэтому нам приводят ряпушку, корюшку, приводят с Петрозаводского, у нас с родственниками живут, поэтому не обделены рыбой, нам всегда хватает. Это прекрасно, я понимаю, что за вашу семью можно не переживать, что вы не соблюдаете рекомендацию Всемирной Организации Здравоохранения, шоу Легу и Камоли, о том, что нужно съедать не меньше 400 грамм овощей в день человеку взрослому. У нас получите даже больше. Это прекрасно, на самом деле, овощи главный источник всех нитриентов, самых полезных, поэтому берите пример семьи Валерия Покровского, ешьте больше овощей, не болейте. Как у нас тут полным ходом продвигается приготовление салата, я думаю, что, да, можно помочь, я пока авокадо положу. Даже не обязательно, у нас достаточно крупные ломтики тыквы получились. Авокадо готово. Отлично. Тогда я его положу в мисочку. И у нас еще на очереди помидоры черри. И у нас такой есть стандартный вопрос для нашего шоу. Я всегда спрашиваю у каждого гостя, если бы вы попали на необитаемый остров, что бы вы взяли с собой? Какие три продукта? Ой, я то упустил момент, я бы подготовился. Что бы ты не взял, это бы очень быстро все испортится, поэтому, наверное... Ну, тут вообще вариативность такая была. Например, Дмитрий Бивол, он сказал, что так как рыбу он, типа, поймает, то он обязательно возьмет с собой целого барашка. То есть вот такой вариант был. У девочек там тоже были, у Елены, с Катерины такие варианты очень интересные в прошлом шоу. Там они огурцы собирались брать, чтобы из них еще маску делать, мед. Там пока пчел, типа, диких приручишь и сделаешь пасеку, нужен мед. Это вот Елена без меда не могла обойтись. Интересно. Я всегда, естественно, жду, что человек ответит про ягоду на буква, что она нужна обязательно на необитаемом острове. Но вот все-таки какие три продукта? Ну, я не могу сказать, что бы я взял, к чему бы я дал бы приоритет. Пачку пельменей я не точно не взял бы. Она разворотится. Мы не кушаем пельмени, и слава богу. Вот. Рыба и на самом деле ее может быть выловить, потому что остров находится где-то в воде. Может, клюшку посадить? Кстати, кстати, как говорим, клюшку можно приделать весу. Клюшить рыбу. Можно глушить животных, птиц, кабанов и так далее. Кстати, хороший вариант, да. Но это не продукт. Это не продукт. Да, не знаю. Да, кстати, клюшка вообще универсальная. Можно и заниматься спортом, можно и глушить рыбу, можно и глушить кокосы. Спальнь. Вот. Выкапывать желуди. Не желуди, а грибы, так называются. Тюхерев, тюхерев. Это, что же, необитаемый остров. Емольте, видимо, да. Или там на озере Кома, какой-то маленький островок. Да. Там, знаете, наверное, ничего и брать не надо, потому что какие-нибудь дикие растения, ягоды, те же самые кокосы должны находиться. Ну, может, соль там, не знаю. Ну, соль я не ем. Мы вообще не пили ничего солить. В данном случае это как консервант может выступать. Консервант, все правильно, да. Можно, кстати, для хранения каких-то продуктов, морепродуктов, можно было бы взять просто мешок соли. Вот. И все солить то, что пресное. Спут соли, в общем, да. Все есть. Давайте, как вариант, не такой будет неординар, но пускай будет эта соль. Напоминаю, что у нас сегодня говядина в имбирном чесночном маринаде. Мы его приготовили из соевого соуса, растительного масла, чеснока и имбиря, который Валерий любезно натер. Сейчас мы зальем это все получившейся смесью. На самом деле, очень хороший маринад, как я уже говорила, можно использовать в виде заправки. Также можно какую-то с хорошим таким насыщенным вкусом рыбу также замариновать, например, скумбрию. Еще можно готовить также индейку, курицу. В принципе, он универсальный, подходит для всего. Лосось тоже прекрасен, тунец в таком вот... Очень ароматный. Ароматный, да, очень. Приправа. Можно просто даже взять ложкой есть без мяса, без рыбы. Хочется, если честно, но как-то неприлично будет в кадре это делать. Я сегодня как раз после тренировки не успела поесть и с большим удовольствием попробую, что у нас получилось. Сейчас мы это отдадим на кухню, нам это приготовят на кухне Евразии, и мы продолжим готовить наш салат. Напоминаю, что сегодня мы делаем салат из мускатной тыквы, помидоров черри, авокадо, которые мы уже нарезали и сложили в емкость. Сейчас мы добавим рукколу и сделаем заправку. Валерий пока может добавлять рукколу, начать. А я пока сделаю быстренько заправочку. Заправочка у нас тоже будет на основе соевого соуса. Соевый соус и оливковое масло. И немножко лимона я сюда добавила, но буквально совсем чуть-чуть. Подходим к завершающей части приготовления нашего салата и мы поливаем заправочкой. Сейчас мы аккуратненько перемешаем это все. И у нас останется приготовить наш прекрасный стимулирующий иммунитет имбирный чай. Получается очень красиво. Цвета яркие. Осенние. Осенние красивые, яркие. Аромат. Может быть, приготовите как-нибудь дома такой салат? Кстати, пока что я могу сказать, что не удивили. И я думаю, что приготовим и не раз, и мы уже готовили кислоты. Именно такие очень полезные. Дети тыка любят? Не любят, но полюбили. На самом деле вот сырую просто, может быть, им стоит тоже попробовать, если они не пробовали. Потому что у меня, например, дочка, она любит сырую тыкву больше, чем приготовленную. Плюс витаминов там, в принципе, достаточно много. А каротин усваивается благодаря тому, что мы использовали в заправке оливковое масло. Потому что каротин усваивается с жирами. Поэтому, если делаете, например, для детей, чтобы они каротин получали салатики, заправляйте либо сметаной, либо растительным маслом. И последний штрих к нашему салату. Так, рукавами не надо залезать. Мы посыпаем его тыквенными семечками. Тыквенные семечки тоже очень полезные. Но не стоит, если вы следите за рационом и не хотите потолстеть, не стоит их есть слишком много. Они достаточно калорийные. У них больше 500 калорий на 100 грамм. Тоже относятся, в принципе, к кунжуту и ко всему остальному. Но кунжут при этом прекрасный источник кальция. Поэтому советую столовую ложку кунжута в день всем съедать. Как у вас, дети, любят орехи всякие полезности? У нас целый шкаф посвящен именно орехам. Мы покупаем их оптом. У нас прям банки стеклянные огромные. Всех видов орехов даже есть у нас и кешью, есть и макадамии, есть и семечки кунжута. У нас семечки тыквенные, грецкий орех само собой. У нас много сухофруктов и изюм разных видов. Поэтому в этом плане у нас все в порядке. У нас завтрак, очень богатый стол. Именно усыпаны полностью всеми вот этими моментами орехи, сухофрукты. Дорогие зрители, мы обязательно возьмем рецепт у Валерия, какое-нибудь семейное блюдо. И вы сможете найти его у нас в нашем аккаунте Олег Вакамоль в инстаграме. Так, теперь нам осталось сделать последний рывок в нашем приготовлении сегодняшнем. Это наш прекрасный чай, который поможет избавиться от любой начинающейся хвори. Если вы себя вдруг плохо почувствовали вечером, допустим, после насыщенного дня, там вам казалось, что на вас тут отчихает и так далее. Если вы замерзли на прогулке или на тренировке, на льду, берите лимоны, имбирь. Я попрошу Валеру еще раз почистить и порезать. Его можно уже не такими, мы не будем его тереть. Мы его нарежем кусочками такими. И добавим еще мы в чай розмарин. Вот у нас веточки лежат, очень тоже сочные, ароматные. Розмарин вообще прекрасен тоже и с мясом, и с рыбой, но мы его сегодня будем использовать в чае. Также можно, в принципе, брать тимьян. Вы можете в этот же чай добавить какие-то еще ягоды на собственное усмотрение, которые вам нравятся. И мы добавим мед. Единственное, что, естественно, этот чай не стоит пить перед выходом куда-то на холод, потому что мед вызывает разогревание организма, и вы можете простыть. Поэтому полчаса должно пройти после того, как вы выпьете, перед тем, как куда-то выходить. Поэтому если я вдруг решу угостить наших игроков Red Rocket таким чаем, то лучше я это буду делать, конечно же, после тренировки. Пора мне запасаться большим термосом и уже заботиться о состоянии наших игроков после льда. Это очень здорово, и было бы, наверное, даже так комфортно, приятно выпить чашечку чая из термоса горячего после тренировки. Прямо на льду. Там будет эффект идти отвар из чашки, и так можно смотреть, как катится заливочная машина по льду. На самом деле, занимаясь в детстве фигурным катанием много лет, я поняла, что за эти 20 с лишним лет, которые прошли с того момента, как я забросила свою карьеру фигуристки, я очень соскучилась по льду. Ничего не изменилось, ничего не изменилось. Катание отличное, осталось только найти руки. Да, руки. Не попадаю пока по шайбе, к сожалению. Надеюсь, что меня спасут часы хоккея. Дополнительные часы, да? Ну что, последний штрих в нашем сегодняшнем мастер-классе по приготовлению полезной иммуностимулирующей еды. Мы берем порезанные кусочки имбиря. Так, это у нас уже шкурки. Берем лимон. Мы можем такими произвольными дольками нарезать. Будет очень эффектно все смотреться в чайнике. Прекрасный источник витамина С. Можно, кстати, и лайм использовать, но мы все-таки сделаем классику. Если вы хотите что-то такое выпить в летнее время, то вы можете залить это холодной минеральной водой, и у вас получится домашний лимонад имбирный. Тоже очень вкусный. Мы так чуть-чуть выдавливаем туда. Так, берем розмаринчик. Его можно чуть-чуть вот так вот буквально помять, чтобы он дал аромат. Я думаю, что на самом деле одной ветки достаточно, потому что он настолько свежий и хорош, что не очень хочется испортить, как говорят, во всем нужна мера. Поэтому мы его положили не очень много. И, естественно, мы должны добавить сюда мед. Да, кстати, тоже, наверное, уже ароматно это все. Ну, пока розмаринчик не чувствуется. В основном лимон. Лимоны тоже хороши сегодня. И сейчас мы пересядем для беседы за чаем, за другой стол. Зальем наш чай кипятком и сможем уже в скором времени его начать пить. Напоминаю, что мы готовили прекрасный чай, который поможет избежать каких-то простудных симптомов, если они, не дай бог, у вас появились. Мы туда положили лимон, имбирь, розмарин и мед. И сейчас мы зальем все это великолепие ароматное. Зальем теплой водой. То есть она не горячая совсем для того, чтобы полезные свойства меда сохранились. Прям не нужно заливать там 100-градусный кипяток туда. И не забудьте тот факт, что не стоит пить перед выходом на улицу сразу этот чай непосредственно. Поэтому мы начнем его пить прямо сейчас. Там подойдет официант с чашечками, подождет эту прекрасную греющую свечу. И мы наконец-то сможем попробовать, что у нас получилось. Кстати, возвращаясь к тренировкам, что тренер рекомендует после тяжелой тренировки есть вообще? Ну, вообще-то должен быть перерыв. Обычно просто пить воду, восстанавливать свой баланс. Во время тренировочного процесса или игры теряется очень много воды. Поэтому ее нужно будет восполнить. Просто пить чистую воду, литр воды очень помогает восстановить жажду. Во-первых, баланс воды, который был потерян. А потом уже, когда приходит аппетит, я думаю, что не раньше, чем через полтора-два часа. Опять же, не нужно себя заливать какими-то тяжелыми продуктами. Есть что-то легкое. Ну, не знаю, до игр. Обычно профессиональные спортсмены, хоккеисты, я знаю точно. Курицы и макароны. Да, и тот же рацион. Пасту, спагетти, макароны с курицей, с грудкой, белым мясом. Быстро переваривать пищу, она помогает быстрее перевариться. И не вызывать тяжести во время игры, когда научные игры происходят вечером. Я ем овсянку на воде. Это тренировка утренней, потому что сложнее что-то более питательное найти. Но при этом, которая с утра бы хорошо заходила. И насколько я помню, Елена тоже в предыдущем выпуске рассказывала, что у нее всегда завтрак – это овсянка с бананами и орехами. Да, овсянка помогает, да. Не только овсянка, но любые каши. Хэмп. Хэмп – это добавка к каши. Ну, есть и каша прям такая. Ну, есть каша, да, классно. Есть еще льняного семени, она выглядит как мокрый картон. Вкус примерно такая же. Но вот есть льняная каша с кунжутом, она более интересная на вкус, на мой взгляд. Возможно, даже более полезная. В добавку к кашам, да, к утренним, если кто любит сахар, но вместо сахара есть такой вариант, как сироп топинамбру. Очень полезный, питательный, сладкий и заменяет сахар. Поэтому не забывайте, запомните. Капинамбру – сироп. Да, есть еще сироп агавы, есть еще кокосового сахара сироп. Там, на самом деле, гликемический индекс примерно такой же, наверное. Но, в принципе, наверное, да, более полезный продукт, чем обычные сахары. Хотя, вообще, на самом деле, один из, конечно, советов – это сокращать в рационе количество сладкого, особенно того, которое не содержится в самих продуктах. Поэтому… Но с этим сложно, потому что у нас, особенно учитывая, как бы, сезонность проживания в Петербурге, 6 месяцев зима, и хочется что-то сладенького постоянно. Но, на самом деле, яркие краски в тарелке, они очень помогают избежать осенних отрывов, поэтому попробуйте дома приготовить такой салат. У него очень яркая такая окраска, можно так сказать. Он очень полезный, легкий. Сейчас мы попробуем, что у нас получилось. Так, такая рукава прям мощная. Ее можно, кстати, потом, если будете готовить, для удобства, наверное, немножко порвать. То есть не режьте ее ни в коем случае, потому что она потеряет весь свой сок и станет сухой. Вот. И ломтики прекрасно смотрятся нарядно нашей тыквы мускатной. Пробуем. Мне теперь все напоминает клюшку. Приятного аппетита! Пробуем. Спасибо, пробуем. Салат еще прекрасно бодро похрустывает. И по соли неплохо. Мне кажется, хорошо получилось. Мы попробовали наш чудесный салат бодро похрустывающий, когда мы его едим. А теперь нам принесли мясо, которое мы мариновали в имбирном маринаде. И настало время попробовать нам по кусочку. Маринад действительно был прекрасен не только, когда мы мариновали мясо, но все вкусы имбиря, чеснока прекрасно сохранились и в готовом блюде. И вы можете этот маринад использовать для приготовления не только мяса, но также птицы или какой-то рыбы, которая сама по себе обладает достаточно ярким вкусом. Допустим, это может быть лосось, то нет или скумбрия. Мясо отлично получилось на самом деле. Видимо, за счет этого соуса оно стало очень мягкое, хорошо режется. И самое главное, что вкус, аромат непередаваемый. Жалко, что вы не чувствуете его. Но если вы попробуете приготовить это блюдо дома, вы сможете оценить действительно всю палитру запахов, ароматов и вкусовые тоже ощущения. Я надеюсь, что вам понравится. Дорогие друзья, не переключайтесь. Это шоу Оли Глакамоли. Ешьте больше овощей, занимайтесь спортом и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова